На этот раз у кыргызстанцев есть огромная возможность выбрать настоящих народных лидеров. Выборы пройдут немного иначе. Для избирателя готовы два бюллетеня. Один из них за одномандатного кандидата, второй же за кандидата в какой-либо партии, а также за саму партию. К слову, Центр избирком утвердила форму и текст избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам. Что касается бюллетеня по одномандатным округам, он понятен. Там будут фамилии, имя, отчество кандидатов и, естественно, напротив квадратики, куда наши избиратели будут ставить отметку-галочку. По бюллетеням, касающимся избрания депутатов по партийным спискам, он будет следующим образом. На листе бумаги сверху будут отражены партии и внизу 54 квадратика. 54 квадратика – это будет означать количество депутатов из списка данной партии. То есть избиратель по одномандатному округу выбирает одного кандидата или ставит против всех, а по партийному выбирает партию и из 54 квадратиков делает отметку на одном квадратике. Это означает, что он отдает свой голос за того или иного кандидата. Для участия в выборах зарегистрировано 21 партия и 306 кандидатов по одномандатным округам. Всего Центризбирком ранее был зарегистрирован 321 кандидат по одномандатным избирательным округам, а 1 ноября от участия в выборах депутатов Дюрку Кенеша отказались 9 кандидатов. Мы планируем до 20-го уже отправить в регионы, до 25 ноября они будут распределены по участкам. Есть ответственность по кодексу о нарушениях, этим занимаются избирательные комиссии. Мы можем налагать штраф, давать письменные предупреждения. Это тоже санкции. По кодексу о проступках и по уголовному кодексу – это прерогатива Министерства внутренних дел, следственного подразделения. Административные ресурсы – это прерогатива органов прокуратуры. Говоря об избирателях, по вторным выборам готовят не все граждане, а некоторые даже не верят в прозрачность выборной кампании. Надеюсь, наконец хочется надеяться, будет прозрачным. Но с другой стороны, каждый раз, когда каждый президент говорит, на этот раз будут такие чистые выборы, но не знаю. Толку. Толк-чок, толк-чок. Выборы в парламент Кыргызстана состоятся 28 ноября. Согласно новой конституции, принятой на референдуме 11 апреля, новый состав Джорг Кенеша будет состоять из 90 депутатов. Они избираются сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Здесь же, как говорится, победит сильнейший, выиграет тот, у кого будет наибольшее количество голосов избирателей. Рахат Батребекова, Бесута Мурадилов, СТВ, город Башкек.